Против них было всё. Премию гильдии продюсеров получил 1917, премию гильдии режиссёров Сэм Мендес, премию гильдии операторов Роджер Диккенс. Но никто не верил, что «Паразиты» смогут выиграть главную награду. Но чудо произошло. Так за что же «Паразиты» получили «Оскар» за лучший фильм и режиссуру? Одна из важнейших идей «Паразитов» – это конфликт двух миров – бедных и богатых. Давайте рассмотрим один из первых кадров, открывающих жилище семьи Ким. Киу не может поймать Wi-Fi и идёт к сестре и отцу, пытаясь как-то уловить сеть. Этот кадр носит повествовательный характер, он открывает нам место действия. До этого мы видели лишь крупный план молодого человека и телефон. Перед нами серые выцелевшие стены и бледно-синее покрывало. Обратите внимание на угол кадра. Здесь мы видим захламлённый участок изображения. При этом все эти вещи будто разбросаны. Наше восприятие не может их как-то систематизировать по форме или цвету. Персонаж встаёт, камера следует за ним. Мы видим книжную полку, на которой книги также стоят беспорядка. Какие-то куртки, коробки, сумки – всё это не имеет какой-то реальной структуры и скорее выглядит как просто хлам. Когда мы оказываемся уже в узком коридоре, то видим, что объекты в самом этом коридоре справа также присутствуют. Эти элементы одежды, которые ещё больше ограничивают пространство героев и сужают и так узкий проход. И опять же, если мы посмотрим на кадр с точки зрения цвета, то не заметим тут какой-то ярко выраженной организации. Салатовый, красный, жёлтый, оранжевый, чёрный – все эти оттенки ну никак не сочетаются в единой массе. Далее Пон Джун Хо оставляет Ки У и переключается на Ки Джон, которая приводит нас к родителям семьи. Режиссёр постепенно знакомит нас с главными героями. Здесь мы видим ярко выраженный передний план – стены и Ки У, а на заднем плане – отец и мать семейства. И опять же, всё разбросано и неорганизовано. Передний план обрамляет женщину и мужчину на заднем, создавая эффект тесноты. Мы видим, что обитатели дома сидят на полу, что говорит нам об их бедности. Давайте рассмотрим вот этот кадр. Посмотрите на его наполнение. Торчащие провода висят кишками, стены грязные и имеют болезненный оттенок. Если мы посмотрим на полку, то опять же, красные и жёлтые перемешиваются с нейтральными цветами и всё это создаёт хаотичную какафонию. Но главное достоинство кадра в ограничивающих линиях. Полка сверху нависает на китхэком, она как бы придавливает его к полу. Потолок в доме тоже низкий, и мы видим это в части кадра с Ки У. Следующий кадр с лежением камеры за телефоном ещё более наглядно открывает нам низкий потолок, потому что человек с телефоном без труда может до него дотянуться. Ну и нельзя не отметить главный гэг фильма с туалетом. Опять же, всё разбросано и захламлено, какой-то организации объекта в кадре нет и в помине. Персонажи ловят вай-фай возле самого толчка. Я бы обратил внимание, что туалет стоит на возвышенности, и это вряд ли несёт именно метафорический характер. Скорее всего, смыслом такого решения было ограничить пространство героев снизу. В этом месте нельзя чисто физически встать, поэтому персонажам приходится сидеть на корточках или пригибаться, что не очень удобно. Ну и конечно, этот кадр имеет колоссальное значение для фильма. Симметричная композиция усиливает нелепость ситуации, при которой брат и сестра поймали вай-фай у самого толчка, и эта метафора отлично говорит о социальном дне главных героев. А теперь забежим чуть вперёд после сцены, когда семейство Пак вернулось в особняк, где кутили паразиты. Этот кадр снят ровно с той же точки, что и в начале фильма. И это сделано, конечно же, не просто так. Но если в прошлый раз использование этого кадра задавало комедийный тон, то теперь всё иначе. Хиджон сидит на толчке, при этом из него то и дело вырывается какая-то чёрная масса. Туалет здесь является единственным способом быть выше воды, который, кстати, режиссёра даёт почти добрую треть кадра. Пространство кадра враждебно к персонажу, и это отлично работает на контрасте к кадру в начале фильма, показывая смену эмоционального состояния героев от комедии к драме. Теперь коснёмся темы освещения дома семьи Ким. Здесь есть три очень маленьких окна, через которые проникает мало света. Внутри самого интерьера зелёные люмисцентные лампы. Зелёный свет, попадая на кожу, создаёт ощущение болезненности, которое отлично передаёт состояние семьи бедняков. А теперь поговорим о семействе паков. Здесь интересен тот факт, что мы открываем эту семью после семьи Ким. В первую очередь стоит заметить контраст пространства. Как только Ки У поднимается по лестнице и уходит от дома, мы видим весьма глубокую перспективу, которой не было в жилище паразитов. Далее режиссёр показывает нам очень широкие общие планы, которые очень сильно контрастируют с прошлыми тесными кадрами жилища Ким. Здесь правит бал красота и грация. Насыщенный приятный зелёный, всё вокруг чисто, грущатка снизу создаёт приятный ритм. Даже растения на стенах также рассажены будто ритмично. Пространство кадра становится организованным. Помимо визуального контраста, такие широкие планы ещё работают драматургически. Ки У оказывается будто на незнакомой территории, но активно смотрит по сторонам, будто попал в другой мир. При этом его фигура очень мала по отношению к фону. Он становится как бы незначительным и теряется в окружении. Режиссёр загоняет его в нижнюю часть кадра, будто показывая, кто он на самом деле. Этот кадр ещё общее, как мы видим по поведению персонажа, мы понимаем, что он потерялся и смотрит в телефон, пытаясь отыскать путь. Здесь очень отчётливо виден склон, идущий вверх, что метафорично подчёркивает доминирование богатых. Брущатка и растения по-прежнему создают организованный ритм. А вот далее Пон Джун Хо делает по сути то же самое, что и делал в начале фильма. Он раскрывает локацию, используя движение стадикама, как и в прошлом случае в доме Ким. Но тут есть ключевой момент, о котором не скажет вам никакой кинопоиск, ибо об этом знает только Пон Джун Хо и Артём Бёрдман, то есть я. В обоих случаях пространство открывает нам именно Ки-У. Это очень важный момент, так как сквозь его призму восприятия и его точку зрения, то есть точку зрения бедного человека, мы смотрим на мир богачей. Обратите внимание, что когда мы оказываемся на заднем дворе, мы следим на стадикаме за героем, и при этом здесь используется более широкий объектив, чем в кадре в доме. Камера работает против дневного яркого света, которого здесь просто полно, чего не было в доме Кимов. Важно заметить, что в кадре много зелени, и она достаточно насыщенная, что контрастирует с блеклыми цветами жилища бедняков. Также эта зелень создает упорядоченный ритм, что также контрастирует с хаосом дома паразитов. Еще один ключевой момент, что мы все это видим со спины Ки-У. Пон Джун Хо будто ставит нас на место героя, и мы видим мир богачей его глазами. Камера почти не вступает в взаимодействие с лицом персонажа, и наше внимание больше отдано окружению. В этой панораме перед нами открывается огромное пустое пространство, что контрастирует с теснотой жилища Ки-У. Если мы посмотрим на этот зеленый уголок, то увидим в нем достаточно четкую структуру круглых форм. В силу этого возникает подобие по форме, в частности круга, и это создает определенную структуру, которую наше восприятие обнаруживает, и это делает кадр более приятным глазу. Когда мы оказываемся в доме, мы вновь на стадикаме, и вновь в основном со спины Ки-У. При этом сам герой максимум на среднем плане, большая часть кадра отдана пространству дома. Посмотрите на этот кадр, который сразу же задает тон всему дому. Надеюсь вы поняли, какому выражению это отсылка. Первое, что бросается в глаза, это огромные окна, и это, пожалуй, ключевая идея в освещении локации. В доме паков огромные окна пропускает, само собой, большое количество дневного света, что не было в доме Ким, где есть всего лишь три маленьких окна. Здесь мы видим широкий кадр, но даже и рядом не видим потолка, в то время как в доме паразитов до него можно дотянуться чуть ли не рукой. Если мы посмотрим на пол, то увидим блестящую плитку, которая отражает свет и еще больше углубляет пространство. Никакого ощущения тесноты или помехи в виде переднего плана мы не наблюдаем. Идем дальше, и выходим на симметричный план со спины. Посмотрите на этот очень красивый кадр. Две одинаковые лампы по бокам, два одинаковых столика. Даже одинаковые фигурки на этих столиках разве что разного размера. И опять форма круга превалирует в кадре, создавая настроение безмятежности. Симметрия, создаваемая одинаковыми предметами, делает кадр приятным глазу. Он отлично организован и вызывает приятное спокойствие. Такого в доме Ким не было и в помине. При этом предметы смотрятся органично и не захламляют кадр, как в случае жилища паразитов. Вообще в случае дома паков мы видим очень хорошо организованное чистое пространство. Все предметы быта расставлены будто по учебнику для дизайнеров. Все это входит в конфликт с жилищем Ким. Если мы посмотрим на интерьер дома, то заметим, что превалирующей фигурой является круг. Круг это самая спокойная, самая простая и в то же время гармоничная форма в природе. За счет использования круга в доме паков создается безмятежное настроение, которое отлично характеризует аристократическую сущность самого семейства. В доме паках Пон Джун Хо, как правило, снимает широко, что конфликтует с теснотой в доме Ким. При этом часто режиссер усиливает чувство тесноты паразитов за счет плотного расположения их в кадре и за счет того, что часто кадрирует их всех вместе. Также для богачей Пон Джун Хо чаще используют симметричные композиции, которые визуализируют их беспечность и власть. Давайте рассмотрим этот кадр. Он имеет очень важное значение. Поговорим о задней стене. Здесь все тарелочки красиво уложены, бокалы красиво расставлены, везде есть свой определенный ритм. Все это подсвечено теплым желтым, который создает ассоциацию с золотом. При диалоге двух персонажей в центр кадра Пон Джун Хо помещает черный проход. И это одна из самых визуально гениальных идей фильма. Как ни странно, но в этом кадре композиционным центром выступает эта тьма прохода. Эта область становится наивысшей зоной контраста и намекает зрителю на то, что с этим коридором что-то будет происходить. И как мы впоследствии узнаем, этот коридор хранит свою тайну. Кстати, что интересно, в подвале дома Пака в пространство очень схоже с пространством жилища паразитов. Здесь такие же узкие коридоры и болезненный зеленый люмисцентный свет. Но за счет того, что здесь даже нет намека на дневное освещение, как в доме Ким, зеленый холодный свет люмисцентных ламп усиливает болезненность окружения. Если есть в фильме самое дно, то это именно этот подвал. Ну и сама метафора спуска в подвал также подчеркивает социальное положение ее обитателей. Если подвести итоги, то для контраста двух семей Пон Джун Хо использует Пространство кадра Жилище Ким – тесная маленькая лачуга Жилище Паков – огромный особняк Организация заднего плана В доме Паразитов мы видим разбросанный и хаотичный хлам, который забивает кадр ненужными вещами. В доме Паков все лежит на своих полочках и красиво расставленное, создавая чувство гармонии и безмятежности. Освещение Свет в доме Ким по большей части искусственный, окна очень маленькие, пропускает мало света. В подвале Паков света естественного нет вовсе, здесь царит холодный, болезненный зеленый. В самом особняке много дневного света днем и приятный теплый королевский желтый вечером и ночью. За счет этого Пон Джун Хо использует самый выигрышный, самый мощный визуальный прием из всех возможных – это контраст. И именно использование режиссером этого контраста делает фильм таким интересным и визуально привлекательным. Фильм Паразиты – это настоящий, что ни на есть заслуженный триумф корейского кино. И это несмотря даже на то, что фильм победил в силу политических и социальных причин, а иначе Оскара уже давно никто не получает. Впервые со времен триумфа Бёрдмана победил фильм, который действительно был лучше других по всем статьям, даже несмотря на всю политику. Пон Джун Хо и вся команда создала настоящий шедевр, который уже можно назвать культовым и поставить в одну полку с Олдбоем Пака Чхан Ука. И дело даже не в четырех Оскарах, не в Каннской золотой ветве, а в прекрасной истории, актерских работах и необыкновенной визуальной силе этой кинокартины. С вами был Артём Бёрдман, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комменты и узнавайте от меня, за что получает Оскар за лучшую режиссуру. Всем пока!